Президент США и кандидаты в президенты и вице-президенты приехали в Нью-Йорк, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября, которые произошли 23 года назад. Церемония состоялась в мемориальном парке на том месте, где раньше стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. По традиции политики не выступают с речами на памятных мероприятиях, чтобы не отвлекать внимание от выживших и родственников погибших. Позже демократы Джо Байден и Камала Харрис отправились в Пентагон, ставший целью атаки третьего самолета, а республиканцы Дональд Трамп и Джей Ди Венс поехали в Пенсильванию на место падения четвертого захваченного террористами лайнера, пассажиры которого пытались помешать угонщикам. Теракт 11 сентября 2001 года считаются крупнейшими в истории. Их жертвами стали почти 3000 человек. Из них более 2500 погибли в башнях-близнецах ВТЦ. При этом следствие в отношении троих предполагаемых организаторов терактов продолжается до сих пор. Летом этого года было объявлено, что обвиняемые готовы пойти на сделку со следствием, признав вину по всем пунктам, включая убийство, чтобы в обмен избежать смертной казни. Однако уже спустя несколько дней сделку фактически отменил министр обороны США, сняв полномочия с военного следователя, которая работала с обвиняемыми в тюрьме Гуантанамо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok